Всем доброе утро! Давно не снимала видео, так как по предыдущему видео вы, наверное, уже поняли, кто смотрел, то, что я была... У меня были такие мини-каникулы, можно сказать. Потом я приехала обратно, заболела, плохо себя чувствовала, поэтому желания особого снимать нет. Но так как много уже кто пишет, спрашивает, где я пропала и что как, сейчас расскажу последние новости. Сразу, пока меня еще не было, у нас родила коза трогатая. Родила двоих. Один был очень слабый, он умер. А второй козленок, мальчик, жив. И сейчас я вам покажу. Новость! И, наверное, спустя где-то недели две у нас родила первая вина. Вот такое у нас маленькое чудо. Мы приехали. У нас сегодня днем минус 14. Вот погода. Она родила, наверное, ночью. У него что-то задние ножки, наверное, очень сильно замерзли. Второй ягненок встает на ножки, все ходит нормально, а этот что-то совсем. Принесла я в машину, включила тут обогрев, подогрев сидений. Пускай отогревается. Ой-ой, давай, 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 малыш, давай. Ой, давай, помогу. Ой-ой-ой. Опа. Стоишь? Ой, ну давай. Ой, скажи, тут мало места мне. А ты куда? Оказывается, у нас не два, а три. Вот третий ходит. Он спрятался был у маленького поросенка. Я слышу, кто-то мекает и не понимаю. Вроде, думаю, этих забрала в машину погреться. А тут, оказывается, вот он. Вот наши три красавца. Я, конечно, не знаю, но вроде все три мальчика. Но я пока еще толком не смотрела. Надо будет пересмотреть. Ой, какой ты красивый, какая моська черненькая. Ну что, ну что ты? Ну что ты так являешься? Излюкаешься, что я тебе шоколадку не дала, да? И много милости. Ах. 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 В начале видео у нас были хорошие новости, сейчас уже не очень. Получается, родила у нас овечка наша романовская, черная. Родила она вот этого и еще двух ягнят. Вот этот был самый слабый, у него замерзли задние ноги, и он не ходил. Мы его отогревали в машине, потом он начал ходить, и мы его забрали с собой домой на ночь, вчера. Тех двоих, так как они были уже, в принципе, активные, полностью сухие, мы оставили с ней. Как бы это наши первые роды, овечки, точнее кот. Мы даже не думали, ну как бы все говорили, что все нормально, что они активные, если обсохли, и все нормально. Но, казалось, мы приехали сегодня утром. Первое, что я увидела, что овца, которую мы купили, тоже родила. Вот этот вот ягненок ее, и один уже был мертвый. Полностью замерз. Ночью у нас было где-то минус 25, днем было минус 11, минус 12. Мы приехали, дальше я увидела, один огненок, который был рожден, получается, вчера, умер. Второй, я думала сразу, что он тоже умер, но он, потом я заметила, что он дышит. Мы его отогревали целый день, вроде как он там и дышал, и бегал чуть-чуть, но не ел ничего. Привезли мы его с собой в квартиру, но он тоже умер. Поэтому, получается, что из пяти ягнят у нас осталось только двое, к сожалению. Никто не думал, ну, то есть мы-то знали, что будут морозы, но я не думала, что настолько, не думала, что эта овца будет рожать сразу же, по ней не было видно, мы вчера там были. Она вроде, как бы, не знаю, она просто, что у нее шерсть длинная, ни в имени, ничего не было видно, поэтому вот так получилось, к сожалению. Ну, ничего, хотя бы надеюсь, чтобы были живы эти. Всем пока, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok